Здравствуйте, Коммунальный детектив продолжается. С вами Анастасия Карима. Вадим Петров. Вадим, сегодняшняя наша с тобой тема, не новая капитальный ремонт. У нас уже есть дело, у нас уже есть папка, у нас есть разные памятки собственникам о капитальном ремонте. Я хочу начать с того дома, с истории дома, которому никакой капитальный ремонт не грозит. Я даже не знаю, к счастью или к сожалению, это деревянный дом, он стоит в очереди на расселение. В 2015 году жители должны переехать уже в новые дома, удобные, уютные. Но каждый день обрываю телефон нашей редакции, рассказываю о своих коммунальных бедах. Говорят, что уже сегодня в доме жить невозможно, не знаю, чем мы можем помочь. Давай посмотрим просто сюжет вместе, покажем нашим телезрителям, то вам обсудим. А ты менять все надо. Я вон дыру пробил, видите. Все, а что я буду делать? Я вчера целый день выносил воду. Сколько можно? Если бы не отверстия, просверленные в полу хозяином квартиры, вода, бьющая ручьем прямо из туалета уже третий день, давно бы затопила кухню и соседние комнаты. Не то, что трубы старые, у нас канализация полностью забита. Сейчас придется полы менять, конечно, это все. Ну, тут ДСП лежит. Оно, естественно, не умыться, не побриться, не посуду никого, не в туалет сходить, сами понимаете. О том, в каких условиях приходится выживать прописанным в злосчастной деревяшке людям, мы рассказывали не один раз. В январские морозы средняя температура в подъезде едва достигала 10 градусов. Спасались обогревателями. А ведь в квартире Панова жил маленький ребенок. О текущей канализации знали еще тогда. После выхода сюжета в эфир коммунальщики ненадолго оживились. Вырезали текущую в подъезде батарею, обещали сбить с крыши сосульки. Даже депутат приходил, покачал головой и посоветовал крепиться. Мол, на 2015 год запланировано переселение. Посмотрите на стены, просто посмотрите, что происходит. Год назад сделан ремонт. У нас ребенок ходит, постоянно простывший. Вы станьте голыми ногами, пожалуйста, вот здесь вот на пол. У нас вообще утром мы просыпаемся, мы замерзаем. Сегодня пол в детской окончательно просил, да так, что теперь он похож на сферу. Ребенка с мамой из-за влажности пришлось срочно эвакуировать на съемную квартиру. Из-за огромных щелей в покрытии помещения никогда не прогреваются. Еще одна проблема – нахальные крысы, которых стал бояться даже домашний любимец – пушистый кот. Я связывала сегодня с жителями дома. Говорили, что к ним приходили управляющие компании и городская комиссия, какая-то администрация. Смотрели, что-то фотографировали, пытались что-то сделать. Но, честно говоря, мне кажется, что, наверное, здесь сложно винить кого-то, управляющую компанию. Потому что это такие дома, мы прекрасно знаем, как они выглядят, мы прекрасно знаем их состояние, что там сделать, наверное, ничего невозможно, даже при всем желании. Вот, Семаря Ильич, это очень распространенный случай, когда управляющая компания получает по тем или иным причинам дом. Если это муниципальные компании, они часто получают, поскольку больше никто отказывается от этих домов, другие коммерческие компании. Иногда компании, не сразу изучив состояние фонда, уже получив дом, узнают о том, что там есть вещи, которые одним обслуживанием и текущим ремонтом не исправить. Коммуникации, на мой взгляд, одна из самых больших проблем, даже в новых домах. Они очень давно у нас не менялись и сделаны были реально недолговечно. Из материалов, которые должны были служить, там максимум лет 20. Поэтому о коммуникациях мы еще будем видеть и слышать. То есть, канализация тоже одна из больших проблем. Да, жильцам не повезло. Хорошо, если там управляющая компания под напором администрации, может быть, даже при какой-то поддержке сможет что-то сделать, устранить до 2015 года как-то этот вопрос, пока людей не расселят. Но если жить невозможно уже сегодня, то надо бить в колокол и надо искать решение. И компания, и город должны какое-то решение найти. Будем надеяться, будем тогда тоже следить за развитием ситуации. А пока вернемся к капитальным ремонтам в разных программах. Мы уже говорили о капитальных ремонтах. Но до сих пор, мне кажется, многим не совсем понятно, что, когда, кому, сколько и, в принципе, зачем. Вчера попался в руки абсолютно необычный случай, когда жительница ЖСК задала вопрос. Говорит, вот у меня в квитанции стоит о том, что мы ЖСК, мы кооператив, мы с самого начала появились. И у нас есть уже строка за капитальный ремонт. Что будет, если появится еще одна строка, почему мы должны дважды платить за капремонт? Вопрос показался очень интересным. Мы поузнавали с юристами, что это значит, потому что жители ЖСК этот вопрос будут действительно беспокоить. Многие из них сразу ввели эту строчку при создании ЖСК. В итоге мы, покопавшись, пришли к мнению и со специалистами новых форм управления, в том числе, что трактовать как капитальный ремонт по строчку нельзя. Она все равно включает в себя, по сути дела, ремонт текущий. И для простого понимания жителей нам придется всем с 1 декабря платить больше. Это будет отдельная квитанция. 3 рубля. И платить больше не в смысле ни за что, а платить больше на то, чтобы наши дома рано или поздно были отремонтированными. Для этих целей Министерство энергетики и ЖКХ областное создало фонд. Оно является его учредителем. Этот фонд создан специально, находится на подсцени с КВ-1. То есть их координаты, связаться с ними можно легко найти в интернете. Цель и задача этого фонда это аккумулировать средства, собирать себе средства собственников и тратить их на те участки, которые определены программой по капитальному ремонту. То есть Министерство по ЖКХ энергетики сделало две вещи. Утвердило саму программу и под исполнение программы для сбора средств создал фонд. Вот этот фонд начнет работать у нас с 1 декабря. Касаться он будет по сути дела всех. Судя по тому, как сейчас идет ситуация, мы общались тоже в новых формах управления. Вот по этому поводу. Сейчас идут собрания, они еще не закончились. Пока прошла только очная часть. Она не состоялась ни в одном из случаев в городе Мурманске. И 9-8 числа будет подведение заочных голосований. Когда уже будет ясно, принял ли хоть кто-то из собственников решение. Ко мне приходили активные тюзеньки нашего дома, стучали в дверь, звонили в звонок, спрашивали, какой счет мы хотим, что ставит свою подпись. Это и есть заочное голосование? О чем речь? Это идет как раз по квартирное заочное голосование. Какой процент действительно собственников примет решение в городе, будет ясно буквально уже 90-11 числа. Потому что те собрания, которые начались по инициативе города, а город вынужден был, как собственник в тех домах, где у них есть своя собственность, выступить инициатором, будет ясно уже достаточно скоро. Но пока специалисты, по крайней мере, говорят о невысокой активности граждан. Есть люди, где действительно очень активны, гиперактивны, но абсолютное большинство, до 80% оценочное такое суждение, люди безразлично к этому отнеслись. Что будет с этими домами? Если в вашем доме не определились и не голосовали, как у тебя дома, допустим, пришли, опросили, потом, конечно, из этого появятся протоколы, решения, за них примет решение в итоге администрация. То есть в законе прямо прописано, что по домам, не принявшим решение, принимает орган местного самоуправления. Наверняка это, конечно, будет решение в сторону фонда. Возможно, на мой взгляд, это и не самое плохое решение. По той даже простой причине, что некоторые ремонты носят очень дорогой характер. То есть ремонт капитальный, вот если взять, условно, дом такой 93 серии, 72 квартиры. По нашим оценкам, вот его полностью капитально отремонтировать где-то миллион три надо. Миллион три, три с половиной. То есть это если взять и заменить вот так основное. С учетом того, что такие дома примерно 3-4 тысячи квадратных метров и собираться с каждого квадратного метра будет по 3 рубля. То есть если будут собственники сами копить это на свой личный счет, средств будет очень долго и много нужно. Также министерство написало то, чего я не видел с первого раза, но это и прописано, что программа сама, которую будет исполнять фонд по капитальному ремонту, будет изменяться каждый год. Она подлежит ежегодному дополнению, скажем так. Поэтому если будет что-то выясняться и будут какие-то особенные, например, аварийные случаи, программу можно будет корректировать и менять. Конечно, те жители, которые выберут фонд областного оператора или так называемый котловой метод, они застрахуются на случай появления какой-то аварийной ситуации. То есть фонд сможет докапитализировать, скажем так, этот вопрос. Поэтому здесь везде свои плюсы. Давай тогда остановимся на роли, которые наглядно покажут, почему выгодно, может быть, кому-то платить именно в общий котел. Твой старый дом требует капитального ремонта. А в новом много проблем. Решение есть. Региональные системы капитального ремонта. Ежемесячно откладывая небольшие деньги, ты получаешь. Отремонтированный дом. Уютный двор. Чистый подвал с современным энергоэффективным оборудованием. Сегодня за общий счет отремонтируют твой дом. Завтра соседский. В результате выиграют все. По ролику все так сказочно получается. Мне кажется, есть подводные камни, потому что кому-то повезет, кто-то будет первой в очереди, а кто-то будет 201. 201 еще ладно, кто-то будет, может быть, 2000-3000. Действительно, программа рассчитана на 30 лет. И многие прямо говорят о том, что могут и не дожить до момента, когда эти средства заплаченные, ступят в силу. Но реформа была нужна, то есть, по-моему, никто не спорит с тем, что дополнительные средства на ремонт домов были нужны. По закону у нас отвечают собственники за ремонт. Поэтому вполне логично, что с них эти деньги собираются. Сумма собирается небольшая. Я лично слышал, когда в Думе этот вопрос обсуждали, говорили о 9 рублях, что 9 нужно. То есть, сами специалисты говорили о 9. Но остановились на 3, поскольку 9 – это не посильно для нашего населения и даже с нашими доходами. Я посчитала, 3 рубля – это размер минимального взноса. Ключевое слово здесь, наверное, минимальный. То есть, он меньше не может быть, а больше до бесконечности. Да, и здесь есть один очень интересный момент. Для тех, кто решит утвердить тариф больше, они должны понимать, что по своим личным целям, если они собирать будут деньги на счету регионального оператора, допустим, но тариф увеличат или создадут счет, допустим, у оператора, то самостоятельно принимать решение о расходовании средств излишних, они смогут только как раз по этому излишнюю. То есть, если они утвердят 5 рублей, то 3 рубля будут идти по программе с оператором, а 2, вот по этим 2 рублям, которые сверху уже идут, они могут потратить на что-то дополнительно. Это такой момент. Плюс к тому, что могло бы сейчас заставить пошевелиться людей, это если сейчас будет выбран, допустим, оператор, момент будет прозевали, допустим, люди, ну, вот так вот прямо. Ну, да, а сегодня какое число у нас? Уже 1 октября. 1 октября сегодня, а час икс, 12 октября. Абсолютно верно. Для того, чтобы начать и провести полностью собрание, сейчас буквально идут последние дни, поскольку из моей практики нужно 22 дня, чтобы провести полностью очное и заочное голосование, вот, соответственно, у нас есть еще где-то 7 дней для тех, кто желает начать и успеть провести собрание до конца октября. А, до конца октября время, а не до 12. Да, у нас прописано таким образом, что в течение 6 месяцев, после месяцев, когда было утверждено это решение, решение было принято в апреле, и у нас сейчас мая по октябрь идут вот эти голосования. Там же можно еще подпрыгнуть и успеть. Да. Я посчитала, вот, средняя статистическая квартира. Хрущевка, пусть будет двухкомнатная, у нас 44 квадратных метра. 44 умножить на 300, 32 рубля. С квартиры, по сути, не так уж и много. Даже если квартира большая, 100 метров, то это всего 300 рублей. Абсолютно точно. Ну, для кого-то 300 рублей, это, скажем так... Да, тут судить такое много, не много. Да, то есть, в любом случае, это будут дополнительные платы, о которых люди будут переживать. И заплатить эти деньги за телефон или антенну для пенсионеров, или заплатить вот дополнительно на капитальный ремонт, надо признать, что большая часть населения у нас вынуждена копеечку считать. Вот, и, конечно, прежде всего подумать стоит о них, насколько будет им легко. Об этом подумал законодатель, они действительно очень по-мирному утвердили, очень, как сказать, по-божески утвердили тариф. Ну, вот, другое дело, что это полка двух концов. Маленький тариф не позволит вовремя реализовывать программу. Вот, и здесь тем, кто хочет действительно изменений в доме, им нужно подумать о том, чтобы увеличивать тариф. И если вы не примете сейчас решение о создании собственного накопительного счета и утверждения более высокого тарифа процедурно, там получается так, что изменения потом могут быть только в течение двух лет внесены. Давай послушаем, что говорит главный специалист по капремонтам, как раз по поводу этого тарифа, 3 рубля с квадратного метра. Я, конечно, не звездочет, но одно скажу, что сегодня в России вот три субъекта Российской Федерации имеют такие низкие ставки. Это КОМИ. СССР имеет, ну, теперь это самое, 2,4 рубля. Это Санкт-Петербург, 2 и 3 мы. Вот, поэтому, конечно, с такой ставкой мы ремонт не сделаем. А у нас по среднему, чтобы в течение 30 лет выполнить круглого, как говорят, оборот, ремонт каждого дома и привезти его в соответствие, надо грубо по 14 рублей. Каждый год с квадратного метра, каждый месяц. Вот тогда можно выполнить эту задачу. Поэтому, конечно, это без поддержки не обойтись, наверное, бюджета областного, федерального. Поэтому, я думаю, что где-то оптимальный, так вот, для разговора платеж от 7 до 8 рублей на следующий год, наверное, должен быть. Вот, мы видим, что Николай Бережный говорит, что уже 7-8 рублей, может быть, в следующем году или через год придется платить. Соответственно, нужно быть готовым, потому что выхода не остается в любом случае. Да, это факт. Это надо принять как данность Николай Бережной, как руководитель фонда и как опытнейший человек, знающий всю область. Он прекрасно понимает, о чем идет речь и какие действительно средства необходимы. Но с чего-то надо начинать. И никто не отменял перекрестное финансирование из других источников. У нас, в конце концов, не закрыт федеральный фонд, который финансирует также эту деятельность. У нас есть областные источники и городские, которые также поддерживают, направлены на то, чтобы поддерживать жилой фонд в нормальном состоянии. Поэтому мы надеемся, что вот это дополнительное плечо, скажем так, подставленное собственниками самим себе, скажем, оно будет иметь эффект. Я думаю, что будет. Может быть, не стоит ждать быстрых результатов. Даже в программе 2015 год обозначен достаточно скромно, скажем так. То есть основная часть работы начинается в 2016-2017 году. Ну, уже и в следующем году что-то будет. О том, каких результатов ждать, наш следующий сюжет. Давайте вместе посмотрим. Всего в программе капитального ремонта участвуют 6 тысяч домов. В это число не вошли аварийные деревянные дома, которые стоят на очереди на снос. Предположительно, за 30 лет все многоквартирные дома региона, участники программы должны быть отремонтированы. Счастливчики уже попали в краткосрочную областную программу капремонта на следующий год. Новую жизнь или новый облик обретут 257 домов почти во всех муниципальных образованиях. Однако проведен будет не комплексный ремонт, а частичный. Это, например, кровли, лифты, коммуникации, как говорится, самые болевые точки. Само понятие капитальный ремонт включает в себя и такие работы, как ремонт подвальных помещений, фасада и фундамента. Ремонт подъезда в программу не входит. Но если он необходим в доме, то может быть проведен за счет средств, собранных свыше минимальной суммы в 3 рубля с квадратного метра. Свой тариф имеет право установить каждый отдельный дом. Мы еще раз вернемся к основному вопросу, который сейчас решается во многих домах, или должен решаться этот вопрос, по крайней мере, должен решаться. Это счет, на который жители будут собирать деньги, где не будут, так сказать, откладывать, где копить. Мы уже подробно рассказали о первом варианте. Это общий счет. Я предлагаю еще раз вернуться к роликам, которые имеют федеральное значение, которые есть на сайте фонда капитального ремонта. Очень множество просмотров имеют на ютубе. Наверное, проще всех, нагляднее всех они рассказывают о том, кому выгодно платить. Есть два способа формирования фонда капитального ремонта. Первый. Сделай все сам. Собери собрание собственников жилья, открой специальный счет одного дома, определи необходимые виды работы и материалы, выбери подрядчика, составь смету, контролируй весь ход ремонтных работ. Второй. Поручи все сделать региональному оператору. Собери собрание собственников жилья, выбери регионального оператора, одобре предложенные виды работы подрядчиков, прими решение по факту выполненных работ. Будь ответственным собственником жилья, сформируй фонд капитального ремонта и начни экономить на коммунальных платежах. Мы вчера, и наша съемочная группа, и ты побывала на собрании, в общем, собрании дома номер 8 по проспекту Кольский, где жители, наряду со многими-многими вопросами, которые волнуют их дом, решали вопрос капремонтов, куда платить, насколько я поняла, что они не совсем определились, что им нужно. Они хотят, чтобы было все хорошо, но уже не знают, кому доверять. Но это, наверное, похоже на мнение многих мурманчан, которые не раз сталкивались с управляющими компаниями, которые обманывают, с какими-то постоянно жилищно-коммунальными потрясениями. Давайте послушаем просто их, что они говорят. Время вечернее, но жители бывшего общежития на проспекте Кольский по квартирам расходиться не торопятся. Это уже второй за последнюю неделю всеобщий совет, на котором они пытаются принять решение о дальнейшей судьбе своего дома. Поэтому я вам сказала, что сегодня решайте вопрос, все собирайте как-то, там уже организовывайте. Как хотите, я вас предупредила. Проблем в доме много. На смену прежней управляющей компании приходит новое. И люди, повидавшие вопиющие бездействия коммунальщиков, одновременно с опаской и надеждой рассматривают появление новой службы у себя на пороге. Но медлить нельзя. По закону всем гражданам осталось всего две недели, чтобы определиться, как они будут платить по новой квитанции, которую все мы получим уже в январе 2015 года за капремонт. То, что сейчас этот сбор, конечно, объявили, тоже я относительно к этому вопросу отношусь, потому что, как бы, с одной стороны, это может и правильно, но с другой стороны, если это предпочитают увести в областной бюджет, то это неправильно. Хорошо, хоть какой-то выбор остается на право того, чтобы это принадлежало чисто дому средству. И хотя бы мнимо можно контролировать, я так понимаю, попытаться. Но, скорее всего, да, мы будем выходить, пытаться проголосовать, именно чтобы это основывалось распоряжение в рамках нашего дома только. Так будет проще. В данном случае задачу выбора осложняет еще то, что со времен общежития почти половина квартир в доме муниципальные. Решение, как платить, примет город. Можно лишь попросить муниципалитет встать на сторону остальных жильцов в этом вопросе. Для этого придется проявить активность. Я думаю, нужно будет постараться ребятам, чтобы собрать, потому что не все активно принимают участие в этом. Не то чтобы отмахивающиеся, просто, возможно, некоторые работают, и тем более этот дом принадлежит. Кто-то в отъезде сдает свои квартиры, кто-то находится на работе в это время. Поэтому им придется побегать, скажем так. Окончательный вердикт жильцы должны объявить уже на официальном собрании. Оно состоится ровно через 10 дней. Но для этого нужно соблюсти ряд условий. Жильцы понимают, собраться всем и встретиться очно нереально. В Мурманске из 9 тысяч таких собраний состоялось всего два. Поэтому встреча будет заочной, на бумаге. А значит, все разногласия нужно уладить заранее. И все-таки в итоге жители этого дома склонились к тому, чтобы собирать в общую копилку деньги. Да. После обсуждения люди поняли, что деньги там действительно небольшие собираются, и что, скажем так, для их дома и на случай какой-то аварийности дом там 88-го года постройка, он сравнительно новый. Поэтому, в принципе, у людей больших замечаний по капитальным вопросам нет. И сейчас, на данный момент, они, мало того, сами не готовы, скажем так, к тому, чтобы избрать какой-то совет. Они привыкли работать с управляющими компаниями. Сейчас решили, правда, им с ними не везло. То есть это особый пример. Это бывшее общежитие, которое раньше было, входило в структуру ОМНГР, затем его передали городу. Собственников там чуть больше половины. И для того, чтобы принять полноценное решение, у них немного не хватает, скажем так, голосов для этого. И, может быть, даже понимание какой-то ситуации. Поэтому они решили просто довериться специалистам. Есть те, кто привык решать все свои проблемы самостоятельно, которые могут открыть личный счет и сами распоряжаться. Но это только ЦСЖ и ЖСК. То есть это очень ограниченный круг домов, правильно? Абсолютно верно, да. И третий вариант, который, в принципе, мне нравится, и который выбрали в нашем доме, в моем доме, где я сейчас живу, это счет на... Как правильно сказать? Это счет... Это выделенный счет, да. То есть деньги собираются также у оператора, но на выделенный ваш счет. Преимущество там... Ну, исключительно в том, что просто деньги будут собираться у специалистов, скажем так, поскольку там очень много надзора разного сейчас. Я не буду перечислять все организации, которые следят за деятельностью коммунальных служб сейчас. И понятно, что к этим деньгам будет приголвано большое количество взглядов. Прежде всего, конечно, это официальные регуляторы. Я могу предвидеть вопросы наших зрителей, мурманщан, которые будут как раз собирать на этот счет. Они спросят, а неужели мы тоже платим за работу фонда, за зарплату сотрудников, за содержание помещений. Вообще, там приняли следующее решение в правительстве о том, что они со своей стороны фонд это декапитализируют всеми видами ресурсов, обеспечат его всем, что нужно для работы. Помещение на подстане СКВ-1 в Ленинском округе, зарплата и так далее. То есть по их бухгалтерии ни копейки на зарплату идти не будет. Это обеспечит область на первый период работы фонда. И, как обещали сотрудники, дальше это тоже будет оставаться так. Мы же платим налоги, правильно? Да, и с этих налогов, потому что все равно, конечно, работу специалистов кто-то должен оплачивать. И даже председатель ТСЖ, ну, хорошего сложно найти, чтобы человек реально бесплатно родил за свой дом, хотя бы какие-то небольшие копеечки на обеспечение он должен получать. Мы с тобой разобрались с общим котлом, и обсудили плюсы и минусы, с счетом личным и со счетом у регионального оператора. Да. Но мы с тобой, знаешь, что не сделали. Мы с тобой, в принципе, не разобрались, что такое капитальный ремонт. И давай в конце программы мы об этом поговорим. Завершение. Вот у нас памятка собственникам. Тут, конечно, несколько страниц толстого-толстого списка. Я немножко себя посокращала. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Называется это памятка. Я считаю, что она должна была, наверное, упасть в каждый почтовый ящик, потому что я ее нашла на сайте фонда капитального ремонта, скачала, но мне кажется, у всех есть интернет. Не все готовы скачать, распечатать, не все готовы прочитать. Если это пенсионеры, которые сидят дома, к ним эта информация никогда не придет. Так вот, капитальный ремонт – это ремонт крыш, подвалов, коммуникаций, но не ремонт подъездов. Если только речь идет о полном ремонте подъезда, замене коммуникации, там действительно очень тонкая грань между ремонтами, носящими капитальный и некапитальный характер. Допустим, в СНИПах написано, что замена участков труб на длине двух метров носит капитальный характер. Но при этом, если мы меняем стояки, получается, что мы уже делаем капремонт. Вот сколько очень тонкая грань, так сказать. Поэтому есть определенные ограничения. Допустим, замена и ремонт кровли на более 40 квадратных метров является капитальным, а менее 40 квадратных метров он не является капитальным. Соответственно, там подлатать что-то в районе Ливнестока, так сказать, заменить – это еще должна управляющая компания. А вот если уже, допустим, ремонтировать всю крышу, получается, что должна… И там же по лифтам очень тонкая грань. Если те, кто работает в этой сфере, бывает, где действительно управляющая компания должна поменять лифт, потому что толком его не содержало в надлежащем состоянии, он сломался, у него срок эксплуатации еще не вышел. И тогда прорезь компания должна его поменять. А вот если, допустим, вышел срок эксплуатации, и экспертная компания не продлила, то это вопрос уже капитального ремонта. Там существует действительно очень много тонкостей. Прежде всего, проблемы будут у домов, которые еще пока не признаны аварийными и попали в программу, но по факту такими являются. Это большая проблема для домов в регионе и ряда наших районов. Людей у нас расселяют, надо признать, расселяют достаточно быстро, но какое-то время еще потребуется, прежде чем они успеют переехать, как вот с тем домом, о котором мы вначале говорили. И вот этих домов будут действительно сложности, потому что управляющие компании будут с фондом в ряде случаев конфликтовать и ходить в суд по поводу того, предметом, чьим является. Управляющие компании будут скидывать все на фонд и говорить, что вы должны за это заплатить. А фонд управляющих компаний? Да. И, допустим, участок трубы надо поменять ровно 2 метра. А собственники какую роль здесь играют? Они могут решать, что нам поменяют 2,5 метра? Они могут на своих собраниях, их никто не в плане ограничивать, они могут принять решение произвести капитальный ремонт, допустим, элеваторного узла или целиком крыши кровли. И это решение направить в государственную жилищную инспекцию, которая его затем перенаправит в фонд. Либо, допустим, принять решение какое-то такое, что нужно поменять стояки. Вот, время для решения. И со стояками я просто уверен, что будет конфликт. Потому что управляющие компании, ряд управляющих компаний скажет о том, что это длиннее 2 метров, занимайтесь этим фонд. А фонд скажет о том, что это слишком маленький ремонт, мы такими категориями не думаем. Мы можем поменять магистральную трубу, там подавали, но заниматься вот этими стояками мы не хотим. И вот по таким вопросам, по прилегающим территориям, по всему, я уверен, их будет очень много. И прежде чем сложится какая-то практика, прежде чем договорятся между собой, кто за что отвечает, пройдет какое-то время. И эти конфликты неизбежны, они просто предвидятся заранее. Ну, собственники имеют право, по крайней мере, требовать и настаивать. Требовать, жаловаться и все равно конечное решение будет за судом, в который могут обратиться только собственники. В суд они могут обратиться, наверное, тоже коллективно, по итогам некого собрания собственников. Да, о признании чего-либо, либо о их желании произвести какой-то ремонт. Мы часто говорим о собрании собственников. Я, честно говоря, признаюсь, никогда не была участником такого собрания. Я была только журналистом, который освещал, как они проходили. И я мало знаю о том, как провести такое собрание, например, и не поссориться с соседями. Наверное, это отдельная тема. Давай мы в одной из следующих наших программ поговорим об этом. Это очень интересная тема. У нас люди не знают, зачем собираться, что дают собрание, какие вопросы на них можно поднимать. И они даже, наверное, не понимают, какое влияние имеют собрание. Ладно, папку «Капитальный ремонт» мы далеко не откладываем, еще вернемся к ней, думаю, и не раз. На этом заканчиваем. До следующей среды. До следующей среды. Смотрите «Коммунальный детектив» каждую среду. До свидания. Желаете стать участниками или экспертами проекта «Коммунальный детектив»? Нуждаетесь в юридической помощи? Звоните по телефону общественной организации и содействия жилищным инициативам «Знаток» 426908. Программа «Коммунальный детектив» благодарит за помощь в проведении съемок ресторан-пиццерию «Корлеона». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова